Добрый вечер! Вас приветствует телестудия Уральского форума. В ближайшие минуты вы узнаете ключевые новости отрасли информационной безопасности финансовой сферы. Смотрите, слушайте и будьте в курсе. В центре внимания тема культуры информационной безопасности. Дискуссия именно на эту тему развернулась 15 февраля с участием крупнейших банков страны. Опытом обучения сотрудников и борьбы с угрозой социальной инженерии делились специалисты Сбербанка, ВТБ, Банка России, Лаборатории Касперского и других IT-компаний. Насколько важной считают эту тему в крупнейшем банке страны и каким образом обучают сотрудников навестись на уловки мошенников, смотрите в интервью с управляющим директором, начальником управления стандартов и процессов Сбербанка Алексеем Волковым. Тему культуры кибербезопасности выбрали не мы, ее выбрала жизнь. И сейчас культура кибербезопасности и граждан, и сотрудников, и клиентов является наиболее острым вопросом для того, чтобы достичь тех целей, о которых здесь на форуме мы говорим, для создания киберустойчивости и отдельных банков, и финансовой системы. Невозможно создать защищенную организацию, которая будет устойчиво развиваться и расти в условиях постоянных кибератак, без того, чтобы каждый ее участник, каждый участник этой экосистемы не поддерживал, не разделял эти ценности и не работал вместе с нами для достижения вот этих целей. Самый главный тезис то, что все участники, которые сидели и в зале, и в президиуме, они целиком полностью разделяют необходимость повышения, причем такого тотального повышения культуры кибербезопасности и вывода ее на новый уровень. Как вы оцениваете уровень зрелости своих пользователей? Каким образом вы повышаете уровень ибо грамотности пользователей, своих сотрудников, там, это прошурки, либо это что-то более интересное и инновационное? Обучающие курсы, это рассылки, это различные дайджесты и ежеквартальные газеты, такие в электронной форме. Мы используем игровую форму обучения, мы используем тренировки, прежде всего, по фишингу, но и, в общем, в целом мы хотим это направление дальше развивать, потому что сотрудники мобильные, сотрудники выполняют очень много интересных задач, классические методы уже не так эффективны, нет у людей возможности сесть за рабочее место и заниматься, там, изучением вопросов кибербезопасности в течение, там, нескольких часов. Поэтому мы хотим сокращать время без потери качеству, мы хотим делать это часто, коротко и часто, да, чтобы люди обучались, ну, практически непрерывно и не так напряжно для самих себя. А теперь к другим ярким моментам минувших дней. Титул персона выпуска в этот раз достается Илье Медведовскому. Он стал лучшим докладчиком второго дня конференции по мнению участников, проголосовавших в мобильном приложении. Он выступил с докладом «Блеск и нищета пентеста в режиме Red Team» или «Не нужна тебе Вовка, такая машина». Презентацию Ильи вы сможете скачать на сайте конференции. Главное число выпуска – 6,1. На 6,1% снизился объем несанкционированных транзакций по пластиковым картам за 2016 год в сравнении с годом ранее. Этой информацией поделился начальник отдела Финцерт Банка России Артем Сударенко, добавив, что общий объем транзакций за это время вырос на треть. Такое снижение урона от кибермошенников – это результат работы каждого участника отрасли, от правоохранительных органов до нас с вами. И к другим событиям. 15 февраля заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова провела дискуссию «Финтех и Кибертех. Вместе или врозь?». Участие приняли главы крупнейших российских банков и международных IT-компаний «Почтобанк», «Киви», «Майкрософт» и «Айбием». О чем шли споры и с каким итогом, вы узнаете в интервью с участниками и зрителями дискуссионной сессии. Мне показалось интересным заявление представителя Центрального банка о том, что «Финтех» и «Кибертех» по сути должны жить вместе, идти в одной упряжке, не быть как лебедь, рак и щука. И, по всей видимости, через какое-то время это и случится. Вчера же на форуме в Куларах я услышал мнение, что буквально через три года информационная безопасность, возможно, пропадет как отрасль, революция в IT-отрасль. Тревожно, я себе даже записал пометочку, фамилию Киварящего. Посмотрим через три года, насколько сбудутся его прогнозы. Новых технологий, наверное, не появилось, они скорее получили дальнейшее развитие и пошли в массы. Такими технологиями являются биометрические технологии. И многие банки их уже используют в своих бизнес-процессах, например, в кредитном конвейере. Практически добрая половина участников упоминали облачные технологии в различных вариациях, технологии связанные с машин-ленингом. Дело в том, что как раз-таки машин-ленинг обычно возможен из облака, его достаточно сложно реализовать в рамках своей платформы. Поэтому все, что связано с тем или иным проявлением облачных технологий, где мы можем агрегировать достаточно большие массивы данных, наверное, это те самые технологии, которые сейчас действительно набирают популярность и будут в дальнейшем развиваться. Пройдет какое-то время, создадутся более конкретные практики применения. Все эти технологии, они уже вызревают и, в принципе, используются просто не так массово. И я думаю, что уже буквально на следующей конференции, через год, будут говорить не о том, что это некий тренд, движение, надо обращать внимание, а как уже освершив все факты, приводя конкретные кейсы, которые обеспечили защиту всех наших активов и т.д. На самом деле, мне очень понравилась дискуссия. Сам факт, что дискуссию ведет представитель регулятора, говорит о том, что вопросы будут решаться дальше, вопросы будут находить отражение в изменении нормативных законодательных актов. Об этом сегодня тоже говорили, например, на примере удаленной идентификации. Соответственно, я, наверное, единственный представитель банка как таковых в этой дискуссии, поэтому мне было очень интересно и мнение моих коллег, которые не являются кредитными организациями, поэтому не так зарегулированы, мнение регулятора как основоположника данного направления сейчас. Что, без сомнения, интересно? Без сомнения, интересно все, что связано с появлением удаленной идентификации. Очень интересно все наработки, которые есть у коллег по использованию облачных технологий. Об этом сегодня очень много говорили. Мы тоже пробуем, наверное, сейчас будем пробовать еще больше, попробуем искать синергетического эффекта с коллегами. Сама я очень сильно верю в биометрию, об этом я тоже говорила сегодня. Мы, надеюсь, совсем скоро сможем поделиться уже практическими наработками, потому что они у нас есть, есть совершенно понятная практика, как это можно использовать. В следующую минуту другие самые интересные тезисы, прозвучавшие на Уральском форуме за прошедшие дни. Дмитрий Кузнецов из компании Poestive Technologies отметил, что в последние годы основной целью хакеров вновь становятся банки, а не их клиенты, как это было в 2014 году. Дмитрий дал коллегам рекомендации о том, как построить защиту с минимальными затратами. Кирилл Ермаков, СТО компании Kiwi, представил свой открытый проект в Ульнарском, который призван освободить безопасников от необходимости услуг сканирования кода. Перестаньте платить за то, что бесплатно призвал Кирилл в конце выступления. Илья Медведовский, глава Digital Security, попытался убедить коллег в том, что аудит в режиме Red Team вещь не для всех. Он подчеркнул, что прибегать к такой мере следует для проверки контроля, но никак не для поиска уязвимостей. Зампред Банка России Владимир Чистюхин выступил с ключевым докладом о новых рисках в финансовых рынках в контексте высоких технологий. Он отметил, что будущее за безбумажными технологиями и привел в пример электронный страховой полис. Обратная сторона этих перемен – наблюдаемая сегодня эскалация атак на финансовые сервисы, покушение на клиентские данные. Проблема кибердисков стоит здесь очень острая и постепенно выходит на первый план, подчеркнул Владимир Чистюхин. В специальных сюжетах мы подробнее расскажем о теме безопасности интернета вещей и аутсорсинга информационной безопасности, о которых участники рассуждали в рамках воркшопов и дискуссий. А мы завершаем наш новостной эфир. Смотрите специальные сюжеты, а также полные записи ключевых докладов и другие материалы на БИС-ТВ. И приезжайте в следующем году на Урал. Вам понравится. Передачу вела Тамара Чечеткина. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова